Спортсмены народ воспитанный Чей кикбоксинг круче, женский или мужской становится понятно по ходу следующих поединков. Мальчишки боксируют жестче. Некоторые бои заканчиваются уже на первых секундах. Нокауты в этом виде спорта – дело привычное. О досрочной победе мечтал и Андрей Никулушкин из Саратова. Он опытный кикбоксер, имеет первый спортивный разряд, да и выглядит очень солидно. Удары вылетают практически автоматной очередью, но чего-то не хватает. На ошибки указывает и тренер Жанна Дудник. На вид хрупкая девушка уже много лет занимается профессиональной подготовкой бойцов и сразу видит ошибки. Установку на бой не раскрывает даже после поединка, который Андрей выиграл. Пускай и не без потерь. Стоимость победы – пара синяков под глазами и разбитый нос. Как бы он меня не должен был уже слышать, потому что он должен был сделать все, что он должен был сделать. Поэтому, ну что-то получилось, что-то нет, так всегда бывает в поединках. Надо лучше защиту держать, кулак сжимать и ногами больше работать. Свои первые поединки сегодня вспоминают и братья Сироткины. Они удали кикбоксингу большую часть жизни, выиграв все, что только можно. Олег сегодня выходит в ринг крайне редко, занимается только для себя. Андрея успехов стало недостаточно, и он успешно покоряет высоту уже в профессиональном боксе. Но кикбоксинг для них навсегда останется спортом номер один. Турнир для подрастающего поколения бойцов проводят уже пятый год подряд. Растет популярность как бы данного вида спорта, и даже результаты наших спортсменов в составе сборной области тоже растут. Надеюсь, что конкретно наш турнир также приносит определенный вклад. Я даже уверен в этом, потому что знаю от тренеров, от участников данного турнира, что они ждут его с нетерпением, ждут, можно сказать, такого праздника, хороших призов и вот этой спортивной движухи. Соревнования за пределами Нижнего Города так часто проходят, такие крупные. И я хочу отметить Андрея, молодец большой, что нашел возможность проводить уже в пятый раз в Володарске этот турнир. Я уверен, что у этого турнира будет большое будущее. И очень приятно, что здесь не только Нижегородская область, а еще минимум 5-6 регионов других. И достаточно сильные команды. Во-вторых, приятно получить из рук чемпиона мира и по боксу, и по кикбоксингу такие ценные, красивые, оригинальные подарки. Это вдвойне так мотивирует спортсменов. Поэтому эти соревнования, безусловно, важны вообще во всем поле спортивных событий Нижнего Новгорода, Нижегородской области. В этом году в турнире приняли участие 148 спортсменов из Нижнего Новгорода, Саратова, Чувашии, Удмуртии, Тамбова и Кирова. В том, что он будет жить, можно не сомневаться. В 2019 году планируется брать еще больше кикбоксеров. Антон Ганя, Никита Вертлин. Столица Нижнего.